Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня в работе вот такие ручки. Это моя работа. Эту работу я выполняла 28 марта. А на коррекцию клиентка ко мне пришла 14 мая. Ну, клиентка это так условно, это руки моей племянницы. Она живет в деревне по причине того, что у меня сейчас много работы, плюс еще малыш маленький. Поэтому в деревню я езжу достаточно редко. К сожалению, конечно же, к своему хочется чаще, но, увы, мы заложники жизненных каких-то ситуаций. Поэтому подстраиваемся под ситуацию, а не под те желания, которые нам хочется. Так вот, эта девочка, моя племянница, приезжает наоборот ко мне в Саратов на ногти из деревни. И когда есть у нее возможность, тогда она и приезжает. Да и в принципе она говорит, я не спешила, потому что все хорошо, все на месте, ничего не отслоилось, не цеплялось, не бесило. Единственное, конечно, что ногти отросли, но даже, говорит, длина таких квадратов она не раздражала. Если бы она раздражала, она бы себе их пилочкой подровняла до той длины, с которой ей комфортно ходить. В общем, приступаем. Я уже тут приступила. Сняла старый материал, убрала длину пилки, прохожу по поверхности, убираю глянец, отросшую часть ногтевой пластины. Также придала форму квадрат опять на этих ногтях. Понравилась ей с такой формы, хотя здесь были и миндали, балерина, чего только не было. Ну вот, остановилась на форме квадрат. Кстати, это покрытие мы делаем 14 мая к ее выпускному. Так что, немножко, конечно же, идея дизайна запоздала по поводу выпускного, но как идея красивого, нежного маникюрчика на повседневную жизнь, почему бы и нет? Возможно, кому-то понравится и кто-то возьмет себе на заметку. Выполняю маникюр. Отодвинула кутикулу, открыла под кутикульный карман. Фрезой прочищаю. Здесь я видео не ускоряла, приблизила камеру. Работаю фрезой сначала по ногтевой пластине. Фрезой также я иногда убираю остатки материала на ногти, когда я вижу, что он дает небольшой наплыв. То есть фрезой, когда твердосплавом я снимала старый материал, я могла что-то не доглядеть. Но когда сейчас пыль убрана, я вижу ноготочек. Если я вижу по бокам плюшки небольшие, я вот фрезой пламя могу эти плюшки убрать. На реверсе прочищаю с правой стороны. Я всегда работаю с переключением реверса. Бывают моменты, когда я работаю только на реверсе, но это очень редко. И это нужна подходящая кутикула. На всех подряд ручках сложновато. Особенно если здесь маленький подкутикульный карман, тоненький кантик кутикулы. Здесь нужно работать аккуратно, деликатно. А в одном режиме все равно такие действия достаточно грубоваты. В одном режиме работы аппарата я имею ввиду, действия немного грубоваты. Поэтому очень редко я работаю. Хотя были несколько людей, на которых я работала только на реверсе. И все тоже замечательно получалось. Далее я убираю кутикулу, фрезой шар, как обычно, шлифую боковую подушечку. Но здесь ручки мягенькие, кожи мягенькая, грубилости нет. Поэтому так чисто символически прохожу фрезой по подушкам пальцев. Ну и далее уже работаю непосредственно с упором в кутикулу. Прохожу по внутренней ее стороне, приподнимаю и истончаю соединение белой ленты кутикулы с кожей. И далее иду фрезой непосредственно по этому белому кантику. Счищаю его, дорабатываю, дошлифовываю срез, дорабатываю мелкие махрушки, которые остались. Ну и если меня все устраивает, прихожу к второму пальчику. Вот так вот выглядят ногти после того, как я убрала пыль. Достаточно чисто, достаточно аккуратно. Конечно же, в маникюре можно всегда придраться. Всегда можно сказать, что где-то что-то не так, даже если работа выполнена хорошо. Особенно если хочется это сделать. Есть такие люди, которые хотят придраться и специально смотрят работу, чтобы найти косяки, а не чтобы увидеть работу в целом и насладиться видео. Меня такой маникюрчик устраивает, моих клиентов тем более. Поэтому не вижу смысла там далеко где-то копаться и что-то где-то выискивать и доставать в подкутикульном пространстве. Будет бэби-бумер типа. Нашу белый цвет на свободный край, кистью гребешок, делаю растяжку вверх. Стараюсь с первого слоя сделать плавную растяжку, потому что цвет белый достаточно плотный, пигментированный, хорошо лег в один слой. На торце меня устраивает полностью этот оттенок, как он перекрыл ноготь. Поэтому растяжку стараюсь сделать более-менее плавно в один слой. Но будет еще выравнивающий слой геля, он скроет мелкие недочеты, поэтому там особо до идеала градиенты водить не нужно. Далее мне нужна кошка, серебристая кошка от Венолиса с Алиэкспресс. Постараюсь ссылочку оставить в описании. Если бывает, я видео публикую, забываю про ссылки. Если вам это интересно, пишите в комментарии. Я комментарии все читаю, поэтому обязательно ссылочку добавлю. Но, конечно же, постараюсь сразу добавить. Наношу эту серебристую кошку у кутикулы, также делаю кистью гребешок растяжку вниз. И теперь магнитом собираю блик под кутикулу. Стараюсь, по крайней мере. Ничего сложного нет. С двух сторон, как обычно, рассеянный блик и снизу. Магнит с двух сторон подвожу к ноготочку и снизу. Смотрите, здесь мы сделали бежевым гелем укрепление. Клиентка сказала, что хочет бежевые ногти. Но почему-то мне показалось, что в бежевом оттенке этот дизайн смотрится не так нежно, как бы хотелось, как я его себе задумала. Поэтому я и на одном ногте сделала молочным гелем укрепление. И ей в молочном оттенке понравилось больше. Поэтому молочный гель от Космопрофи Милк, мой вечный фаворит. Я делаю укрепление этим гелем на всех ногтях. Только немножечко не довожу гель до кутикулы. Тоненькой кисточкой распределяю, поправляю, оставляю буквально сантиметр от кутикулы. Обязательно переворачиваю, чтобы гель стек с краев в центр, чтобы на краях получилось мельный материал и получился плавный приход. По линиям от точки вроста к торцу, по торцевой линии складаю четкую форму. И также прохожу пилочкой по поверхности, опиливаю ноготок, как трубочку. Ну и топ! И вот такой результат получили. Нежно, классно, здорово, симпатично. Молочный гель всегда смотрится выигрышно на ногтях. Где-то видны пылинки, но после того, как племянница помоет руки, никакой пыли не будет. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Это для меня важно. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Обязательно оставляйте их. Ну а у меня на сегодня все. Всего доброго. Хорошего дня.